привет ребят привет мои хорошие утро начинается сразу с новостей таких не самых приятных то есть у нас практически закончилась сена скотины много а сена вот это все что осталось это рассыпанная собрать отдать жуек жуек отдать и все больше как бы сена нет ну за исключением конечно вот этого nz 3 тюка люцерка классная пушистая но не хотелось бы это сено трогать жора нельзя подлец но дело не в этом я сейчас это просто как бы поделиться сегодня миссия состоится в другом дело в том что у нас кролики разбросаны по периметру хозяйства ну как далеко друг от друга их немного их надо бы и правильно было бы сгруппировать то есть один кролик здесь ну машка понятное дело это неприкосновенно и потом здесь кролик здесь кролик как-то не айс надо их в одну кучку загруппировать во всяком случае самок ну чтобы они плодились множились и им нужна клетка с маточником ну а маточником ребят у нас только вот тут под крышей у клетки и все то есть вот это металлическая на 4 персоны и вот это деревянная на 2 ну деревянная поинтереснее как раз у нас две крольчихи которые в скором времени могут быть стать мамками поэтому их и будем подготавливать для дальнейшего пополнения нашего кроличьего хозяйства небольшого хозяйства но прежде чем пересадить туда наших крольчих надо навести навести там порядок блин холодно мерзко ветер этим сейчас и займемся сначала все вышкребаем на землю то что они успели рассыпать крольчихи не жили даже трава подвяла пшеница проросшая кто помнит тот поймет ребят пересаживать хоть буду в деревянные клетки ну вот эти вычищаю и подготавливают клетки все чтобы они были к дальнейшему готовы но если вдруг потомство станет больше как бы размножиться и крольчат кроликов куда-то надо будет пересаживать ух ребят медленно но верно процесс продвигается процесс не сильно сложный но жизненно необходимый сейчас когда чистил думал надо у тут козлятнику две доски дюймовки набить бы но при возможности что просыпанная сена козами не просыпалась сюда потому что мусора вот этого много становится не столько не столько от кроликов сколько отказ но который сюда преподносят рассыпают сено она сквозь сетку проваливаются и создаются вот такие вот кучи но это все потом ребята сейчас куча становится уже большой куча становится начинка куча начинает мешать сейчас берем свое чудо скатерть самобранку ребят складываем это все в нее этот мусор выносим на мусор вот этот бы завала разгребсти тоже речки палочки они тут вообще не нужны по-хорошему бы их переместить к тем рейкам но тут они вроде в сухом и как бы иногда примут сухая сухая рейка нужна поэтому вроде как и в тему блин но вообще не в тему надо будет подумать об немного сенца нашей машки уж кто-хто она заслужила теперь берем нашу скатерть самобранчатую идем выносить мусор чтобы освободить чуть-чуть место можно было нагрести другую кучу и опять и вынести и чтобы стало совсем-совсем чисто опа что ты ешь курица уже и сюда как-то просочилась выхода у нее не было по всей видимости теперь есть одежда ты . что-то не вижу ты как вышло клава а вон она дырка про гнила сетка чуть-чуть слышь жора тебя глаз выгибло сразу смелость проснулась да все жора все нет твоего друга ушел нового жора жора ну что ребят а первый пошел может хватит а это все наши жора жора вторая сумка котомка почти набрана ребят не так много но но идутся сильно не хочу лучше чаще схожу как больше но но чтобы мне было легче после после вчерашней выгрузки загрузки все болит спина болит нафиг ветер лучше немного пожалею себя второй пошел ребята это не последняя но наверно предпоследняя совсем чуть-чуть осталось сейчас заметим остатки выгибем и начнем обрабатывать клетки что ребят пол дела и сделано сейчас покажу что получилось конечно это не все но стало гораздо лучше мне это кажется то есть сами смотрите что стало помните что было и вот так вот получилось ну как по мне стало гораздо лучше сейчас обеззараживаем клетки если найдем где поджечь наш газовый баллон дабы обжечь клетки и в принципе сегодняшняя миссия будет закончена и за исключением небольшого сюжета который ждет вас в конце видео даже дорожку чуть-чуть подгреб ребят но что-то на мне вообще не нравится а вот это сено размахшая застреет не отдирается в этих щелях ну которые между камнями наверно надо будет переделывать содрать эти все камни нафиг и забетонировать полностью дорожку пускай медленно печально но чтобы гладенько было так терхером как дал дрожда или тупо тяпкой там же таких как шероховатостей нет цепляться не за что ровненько все будет чиститься аккуратно это замучился постоянно вот такая фигня забивается потом хер вышкребишь теперь надо найти какие-нибудь спички ребят но но на этот счет у меня огромные сомнения нашел спички ребят как ни странно ой беречь от детей спички бытовые красная цена красная цена со митра шум до до Баллон пока оставляют тут, чтоб остыла горелка, ну а сейчас, ребят, сейчас обещанный серьезный разговор. Нужен совет, помощь, не в материальных средствах, но вот именно как с советом. Возможно из этого надо было сделать отдельное видео, подробно рассказать, объяснить, пояснить, но попробую быстро, вкратце, я думаю будет понятно. Дело в том, ребят, что у нас гора и оттуда вся вода стекает, ну как бы в сточную канаву, которая вот так вот вдоль проходит и по ней утекает вообще далеко, но, ну вот она канава, видно, вода стоит, она просачивается сквозь землю, глину, ну и вот она образовывается, грязь. Дело в том, что труба, зарытая под землей, которая для проезда автомобиля, ну видите, тут канава совсем пустая дальше, она состоит, ребят, из двух частей, но это как бы не я закапывал, это закапывали, не знаю кто, как. Короче, она серьезно, хоть чуть-чуть, серьезно забита, ребят. По-хорошему, ее надо менять полностью, единую, целую, потому что вот в эту дырку постоянно забивается, периодически пытаюсь чистить, но это не дает должных результатов. Опа, в силу, в силу того, что она прям туда до низа забилась и туда добраться, ну как-то неудобно, тут расстояние вот, дальше уже мешает, ну труба, лопата сюда с трудом проходит, то есть каким-то совочком, блин. Короче, тут несколько вариантов есть, посмотрю, пошла вода тут или нет. Ну как бы что-то пошла, но не сильно, но опять же хоть чуть-чуть. Пошла, пошла. Медленно, печально, но это уже радует. Так вот, сейчас, ребят, сейчас, 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 ребят, я уйду, ни ветра нет, и расскажу. Денег спрячусь, как всегда. То есть тут, ребят, есть несколько вариантов, но опять же, как я думал, то есть найти где-то купить такую же азбестовую трубу, пожирнее, потолще, цельную, чтобы без дырки вот этой посредине, и заложить туда под землю, но она стоит не дёшево, 3,5-4 тысячи, но на авито смотрели, не тянем эту программу, то есть этот вариант отодвигается, но это самый простой, то есть выкопать, уложить трубу, ну там 5 сек, в принципе, Антоху позвать. Другой вариант, но опять же, как я думал, вырвать ту трубу, которая есть там, вот эта старая, выкопать, как-то, но опять же, я не знаю, как, ребят, сделать стяжку, ну под днищу, ну такую толстую, с армированием, всё как положено, машина, поэтому, что там же ездит, бока заложить из шлакоблоков, типа, как, ну, опоры такие сделать, ну, типа, стеночки маленькие, по одному боку и по другому, а сверху наварить такую, ну, сварить решётку своеобразную, чтобы при надобности эту решётку можно было снять, лишь бы алкаши не сняли и не утянули металлолом, чтобы можно было снять и почистить при надобности эту каналу, ну, это вообще, как по мне, оптимальный вариант, ну, больше всего нравится, во всяком случае, но в воду ложить стяжку, как, там же постоянно, вот это течет вода, и опять же, тот же шлакоблок, опять же, ложить на бетон, опять что-то не срастается, ну, так бы, ну, шлакоблок есть, цемент, в принципе, не дорог, песок привезем бесплатно, самый такой оптимальный вариант, как по мне, ну, а металл, ну, а металл, металл, как говорится, из того, что было, то бы и слепили, ну, что-то нашли там трубу, какую-то там трубу, что-то купили, может быть, но опять же, я думаю, это было бы, ну, на порядок дешевле, просто сварить эту решётку, не так сложно, ну, как по мне, опять же, вот, ну, или ещё тот вариант, который вы можете посоветовать мне, я думал, может, не стяжку делать, а съездить на карьер, поискать какие-то плиты, ну, каменные, и на днище просто из камня, камни вот эти положить, но надо, я так понимаю, камни ложить толщины такой босявой, и камень должен быть единым целым, чтобы на него стали два шлакоблока, и посередине ещё осталась вот эта характерная канавка, ну, наверное, не совсем просто изыскать такие камни, как видели, там камней сейчас совсем и совсем немного, но, но тоже, как вариант, вот, так что пишите советы, пишите комментарии, но эту проблему хотелось бы решить, вроде ничего не забыл, может, что-то неправильно или что-то забыл сказать, неправильно сказал, задавайте наводячие вопросы, с радостью отвечу, потому что эту проблему хотелось бы решить, и чем скорее, тем лучше, пока, ребятки, всё, всем добра, всем пока, любим, скучаем, ждём, подписывайтесь, оставайтесь с нами, пока!